Впрос на доллар США по-прежнему высок. Возобновившийся рост числа инфицированных коронавирусом, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность между Китаем и Индией не дают разыграться аппетиту на риск. После вчерашних сильных стат данных о резком подъеме объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, сегодня трейдеры сохраняют внимание на долларе, учитывая высокую вероятность второй волны коронавируса. Кроме того, инвесторы принимают во внимание и информацию о том, что многие работодатели продолжают сокращать сотрудников, о чем стало известно во вчерашнем отчете по рынку труда. Доллар в качестве безопасного актива пытается прорваться выше уровня 97,60, но пока держится стабильно вблизи отметки 97,40, сохраняя потенциал к росту. Даже глава японского регулятора Харухико Куроде в ходе своего сегодняшнего выступления повторил опасения за состояние мировой экономики. Для Японии коронавирус станет последствием снижения объема экспорта и туризма в страну восходящего солнца. Однако глава Банка Японии выразил надежду на то, что японская экономика будет постепенно восстанавливаться во второй половине этого года, в том числе и в контексте инфляционных тенденций. Тем временем сегодня были опубликованы инфляционные данные по столичному региону Японии. Годовой темп роста потребительских цен в Токио за июнь месяц замедлился с 0,4% до 0,3%. Это существенно хуже прогнозного значения, аналитики предполагали увидеть ускорение до 0,6%. Однако негатив относительно японской экономики и пессимизм главы Банка Японии был проигнорированы участниками рынка. Котировка доллар-иена сменила направление и движется в сторону японской валюты, что говорит о росте спроса на безопасные активы. Так график пары опустился ниже отметки 107,00, подтверждая непредсказуемость и неопределенность нынешних настроений на рынке, о чем мы говорили в нашем вчерашнем обзоре. Продажи сейчас рискованы, а длинные позиции целесообразно рассматривать лишь после закрепления ниже отметки 106,90. Основная цель расположена вблизи уровня 106,10. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!